Девушки отдыхают Но я думаю, что мы можем из этой войны извлечь определенную выгоду Например, в Восточную Порусью, в армию и, в общем-то, все такое прочее Кроме того, ну ладно, обо всем этом уже поближе к делу 1666 год действительно выполнил не самым благоприятным Однако, время расставит все по своим местам И мы еще узнаем, кто победит в этой войне Я, на самом деле, практически уверен, что с лимитом в четверть миллиона народа И с таким уже организованным войском примерно 1100 Сколько, не знаю, сейчас посмотрим, 140 может быть Что? 213? Где-то 213 Да уж Да уж, страдаю я Страдает мой счет Что-то странное с карты творится Или я просто отвык от игры Я не уверен Но это кажется мне странным Может быть, после Круседа Аркеникс Может быть, после чего-нибудь еще Итак, я совершенно забыл, что здесь и как здесь делать Как это, собственно, бывает почти после каждой серии И наша война с Миланом, Богеми, Баварией, Пруссией, Мазовией Как видно отсюда, выгоднее всего нам сейчас начать с Пруссии Ну и, собственно, наша армия уже выдвигается В сторону этих Пруссирайот А со всеми остальными мы расправимся впоследствии Я думаю, что баварскую армию стоит отсюда эвакуировать Эвакуировать в Австрию Если мы, конечно, успеваем Это 19 апреля Нет, к сожалению, не успеваем Наша баварская армия погибает Ну что ж, это печально Это означает, что нам нужно нанимать новую Новую желательно нанимать где-нибудь Смотрите, у нас есть проход через Польшу А через Селезию? Через Селезию тоже есть Ну, значит, мы ими воспользуемся И десантируемся прямо-таки в столицу Ну, то бишь, в Богемию Я уж не знаю, какая-нибудь там столица Чуть потише сделаем музыку Если кому интересно разрешение Вот, 1466 на 768 У меня это все равно сопровождается полосками со всех сторон Прага в Богемии Удивительно Что-то я совсем перестал понимать географию Так, 8000 здесь, 4000 здесь 11000 здесь в Надыме 18000 здесь в Азове С Турцией нам пока что воевать не нужно Ну, то есть мы, разумеется, ее развалим в скором времени Но для начала разберемся с Европой Так, чтобы она не представляла уже никаких для нас опасностей В принципе, это не так-то сложно Возможно, восстание Да, именно восстание сейчас представляет для нас наибольшую проблему Потому что сама, собственно, война Ну, не представляет для нас значительной угрозы Но вот именно восстание Это очень печально Итак Ах, да, с этим мы уже разобрались Что за это мы захватить Не сможем По крайней мере, не будем пытаться в данный момент А вот, собственно, и Милан С третьеуровневыми крепостями У меня, в свою очередь Нет здесь пушек Что ж, достаточно фигово Ну, ладно, будем тренировать здесь И фальконеты И все подряд И все тому подобное Будем надеяться, что эти чуваки останутся здесь И никуда не пойдут Офигеть, можно Они пришли отсюда из самого Соликамска Вот отсюда Вот только посмотрите, какой путь они проделали До Сербии Из Соликамска Это прям геройство Итак Кстати, у меня Крушевоц Довольно прикольный городок Так, натормес Это здесь Это очевидно Хотя немного, конечно, печально 30 тысяч человек Вот так вот оставлять здесь С другой стороны Из Надыма Армия до Иркутска Будет уйти месяца три Что вполне хватит Для того, чтобы поднять восстание И привести его к плачевным И логичным итогам Итак Разберемся Собственно с Баварией Которая практически Пактически целиком Прошита до третьего уровня Ну что ж, будем поддерживать национальность К сожалению Был обнаружен Вот Так На самом деле Бавария пока что не основная наша цель А может основная Если честно, не знаю Нападать мы сейчас будем на Пруссов И на Багемцев Ой, да На Багемцев С Баварцами мы пока ничего сделать не сможем Они в своих там тылах Все такое Мы не были в состоянии Оставить здесь достаточное Скажем так Количество народу Для того, чтобы чувствовать себя Более-менее в безопасности Так что придется нам Те 14 тысяч Что есть Оставить На вымирание На помирание На помирание Кстати, коллег, где мы с ней воюем или нет Нет, с помиранием мы не воюем А, я в Багемию послал все-таки шпиона Так, заглянем торговлю с Миланом Ну и фиксами Так 23 тысячи Еще 25 тысяч А, да В общем Почти 50 тысяч Ну, не критично, скажем так Все терпимо Все, в принципе, достаточно приносимо Особенно если мы проведем некоторые Ну, не то чтобы реформы Но, скажем так Полизовем Ну, а зачем мне эти сигбаны Хакапелиты мне эти, зачем Что вообще за фигни это творится Пока что мы Они могут предложить нам только густавианскую пехоту Ну, в принципе, сигбаны пусть тоже будут, конечно Мы сейчас Сообщая заранее Пытаемся делать основной упор на Битвы Ну, короче говоря, на осады Так что делаем основной упор на Пехоту Ну и, конечно, про конец тоже не забываем На всякий случай Мало ли что Хакапале Говорит нам справочник Ну что ж Я не знаю, сколько нам потом идти через Турцию Я думаю, что это может заработать Здесь Неамполь С Неамполь мы не воюем Только с Миланом Будем надеяться, что у Милана Нет прохода войск в Австрию А если есть, то они не посмеют вести военные действия На территории своих союзников Посмотрим, чем это закончится Так или иначе К сожалению, одна армия Ягана 4 Или какого-то Да, Ягана 4 Может спокойно нас раздолбать Все, что у нас здесь есть Довольно-таки печально Мы же останемся в Люблине Будем пока что долбить в Пруссию После чего соединимся Выстроим победный марш По Богемии Так Уже должна начаться битва Нет, она сейчас 19-го числа Из-за этого, смотрите, выдвигается Выдвигается народ в Косово Так, это, конечно, печально 27 апреля они придут Мы же 27 апреля придем туда Вот так вот Мы это организуем Таким образом, чтобы захватить За это На следующий же день После их отбытия Хитро придумано, не правда ли? Да 40 тысяч человек в Швабии Практически потерянная провинция 15 тысяч мы там потеряли Это печально, но Закономерно, к сожалению Так Очень жаль, что у нас нет артиллерии Но захват Пруссии нужно провести Как можно быстрее Задерживаться здесь действительно нечего Так что, кстати говоря, я забыл Посмотрим, сколько времени Допустим, что было 40 минут Я не знаю, сколько на самом деле Итак Надеюсь, что план мой не сорвется И мы не нападимся на них Да, они идут в ниш Как-то говорят, странный план Да, мы выиграли Восточную Пруссию Теперь будем выигрывать Зету Не знаю, что мне здесь нужно, если честно Мы потеряли 2000 человек только на переход Мы тоже немало, на самом деле Швабийцы наши все еще держатся Это странно Восточную Пруссию мы взяли Я думаю, мы в состоянии будем заключить с ними мир Потому что особо воевать с Пруссом Я не вижу никакого смысла Почему я, в общем-то, пошел на такие завоевания Потому что я прочитал несколько ааров То бишь, аапов То бишь, автор экшен репортс То есть, описание игр Проведенные, собственно, их участниками И я увидел несколько таких жестких вещей Как, например, завоевание Позвольте Так, тихо Ну да, да, это было очевидно Завоевание Сангаем Всей Африки Европы и Америки Короче говоря, всего мира Завоевание Сангаем всего мира Это было мощно И после этого я понял, что черпы бери Че я тут топчусь на месте Нужно действительно начинать там воевать Все, выноси к черту и матери Потому что мы действительно топчемся Ничего толкового не делаем Так, сейчас я чуть пододвину поближе микрофон Будьте готовы Вот так вот Должно быть получше Ну что ж, наши отступают Я надеюсь, что они смогут отступить безболезненно То есть, не потеряв себя до конца Я, на самом деле, рад, что кто-то остался Осталось, на самом деле, довольно много Три четверти, четыре пятых Короче, дофига Дофига кого осталось Ждем шпионов Шпионы нам, несомненно, нужны Очень жаль, что у нас не проходы войск Здесь Но, к сожалению Получить его не представляется возможным В армию мы прибудем 11 мая Пожалуй, наконец, стоит ускорить события Сейчас все это было довольно медленно Так, Саксония появилась здесь Или она там была, я не знаю В общем, за это мы взяли Эти баварцы куда-то ушли С ними мы ничего решить Мы не сможем сделать Их там слишком дофига Нам придется концентрировать свои силы Что я, в принципе, люблю, конечно Но что довольно-таки По-дилетантски На самом деле Ничего В армии мы кого-то разбили Видимо, последних пруссов Которые Из остатков города Стоит, решили сопротивляться Ну что ж, попросим у них Такого мира Потребовать, да Например, саму в армию Непонятно мне, зачем нам в армию Но Во всяком случае, это будет Рядом с Богемией И знаете что? Я пока что не буду ее брать Да, пока что не буду Как насчет смены религии О, они становятся православными И нашими, кроме того, вассалами Православная Пруссия Согласитесь, это весело Мне это устраивает В армию мне абсолютно не нужно Хе-хе-хе Слушайте, забавно вышло Так, а сами мы будем продвигаться Я думаю, в Данцик Будем захватывать их Полномерно Или в Калиш все-таки Ну, через Данцик Потому что В Калиш мы пойдем только через Плотск Пересекать для этого Мазовию Я не вижу особенного смысла А, хотя нет, стоп Мы же с ним воюем Что значит, не вижу смысла Я же, это У нас же война с ними Так, ну Швабию мы Закономерно проиграли Потеряли мы Швабию Ой, идиоты Чего же вы не ушли Когда возможность была Покуда ноги были Нет, нужно ждать Странно Ну, это на самом деле 8 каких-то Ну, вот мы потеряли остатки своих войск 15 тысяч человек Ну, да ничего Подумаешь, они оккупировали Что-то там Так, Констанс За два дня они взяли Ничего особенного Все закономерно Все предсказуемо Будем приправляться Небольшими группами Будем надеяться Что нас здесь Не сольют Моментально Так, через Неполь Так, 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 так Пацаны Почему мы не можем идти в Рагузов Я не понимаю В чем проблема Ну, ладно Оставим это потомкам Если кто не знает У меня по-прежнему тот же микрофон За 60 рублей Я пользуюсь им уже полтора года Меня устраивает Так что Не нужно говорить Что у тебя за микрофон Такой дурацкий Все закономерно Это сегодня Мое любимое слово Пока что Не будем собирать войска Концентрировать Пока что В этом нет особенного смысла Мы освободили пруссов В принципе И получили в их лице Союзников Это уже хорошо Военный союз С пруссами Все такое Получили повод для войны С Тевтонским орденом Вот вам, пожалуйста Повод для войны В том числе Со шведами И французами То есть Действительно Довольно-таки Неплохой повод Мы можем отобрать При случае Курляндию И сам Мемель Потому что В армии нам действительно Блазить не нужна Мы не должны Территориально Чем-то разграничивать Наши Собственно Территории Так что Пусть Это будут самые дурацкие Лицидитории Но они будут близко Друг к другу Поскольку В здании Мы воевать Сейчас не можем По объективным причинам Отсутствие поводов Войны А вот Со Швецией Мы можем В плане себе Если разумеется Франция не начнет Завоевание Ну точнее Не начнет Новый Крестовый поход Или что Она по ним Понимает Я категорически Этого не хочу Но давайте Сделаем так Да Несомненно Получим войну с Францией Сразу же Да Да Вот мы получили Войну с Францией И в их лице Где-то 200 тысяч человек Ну что ж Вот это уже Будет действительно Интересно На нашей стороне Нет никого Кроме нас Кокант Как ни странно Не вышел Из нашей старой войны Но и в новую Тоже не вмешался Я надеюсь Что Пруса Захватит Тевтонский орден Это видимо Какое-то Елтическое ответвление Хива Выслать нам Подупреждение Чем же они Таким Нас могут Подупредить Чтобы мы действительно Испугались Лучше не знаю Ногайская орда Мы выиграли Калиш Блин Ничего не понимаю Что происходит Так Пожалуй Что в Познане Мы и Укрепимся Потом Потому что Будет уже поздно Я надеюсь Что поздно Мы взять успеем До того Как станет Слишком поздно Позно Взять успеем Так Ну и Мазови Соответственно Есть даже артиллерия Так что проблем Быть не должно Абсолютно никаких Давайте Сливать их Сейчас Стоим Кого ждем Абсолютно Так Как ни странно Мы теряем Здесь своих Действительно Странно Но я надеюсь Что Мы все же победим Да Мы выиграли Кроме того Мы отправили Клонистов В Иркутск Они наконец-то Дошли оттуда Так Но мы потеряли Слишком многих И В принципе Вот это Встаржение Может нам стоить Очень дорого Так что Я думаю Что в Плотске Мы задерживаться Не будем Ничего Что я так Пока что Распределяюсь Только по богемии Распространяюсь Только по богемии Думаю Что особо Проблемы В этих не должно В связи с этим Просто Осаждают Мемель Опять таки Беспроблемно Здесь все Под контролем Здесь у нас В общей сложности Уже 12 тысяч человек Неплохое Да в плане Даже солидное Подкрепление Можно как можно Скорее взять И основать Иванпост здесь Ну не знаю Насколько это Можно будет Называть Иванпостом Кстати говоря Их здесь намного Больше Но А нет Их меньше К тому же И у них еще Минус Вот такой вот Минус Так Нет пожалуй Мы все равно Сождаем Ваш последний город Я думаю Мы выдержим Познань Здесь мы разбили 6 тысяч Баварцев Не представляю Откуда они могли Там взяться Но в Познане Мы разбили Армию Я думаю Во главе с королем Потому что Здесь их было 15 тысяч человек И что самое прикольное Не там Не там Нет главнокомандующего Точнее Просто командующего Нет Что за люди А Можно дипломат Удивительно У вас нет дипломатов Владимир Б Владимир Ну ладно С этим Мы явно Разберемся С этим Мы тоже Я думаю Разберемся Хотя Конечно Тут Все Немного Сложнее Из-за Низкого Морального Духа Бутурлен У них Решается Все исключительно Династиями Видимо У генералов Так Понятно 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 Действительно Тевтонского Ордена Больше не существует Русская интервенция Пока что Проваливается Но ничего Такая война Может быть нам Очень даже на руку Полтава Сколько здесь человек Ага 28 тысяч Ну точнее 26 тысяч Человек Что ж Их план Понятен Разумен Его нельзя Не одобрить Так что Давайте прорываться Тут даже Мы Разумеется Очевидно Не успеем Никуда Но Вот эти армии Посылать на смерть Тоже пока что Не собираюсь К тому же Их здесь не 16 тысяч А всего 12 Ой Не 6 Блин Не 12 тысяч А всего лишь 6 Хотел сказать И сказал Так что давайте Наоборот Их отведем От наступающих сил Противника Куда-нибудь Подальше Постараемся Срочно Взять Познание А кстати говоря Можно уже Предложить Мир Мазовии 31 августа Ура Мир Мы кстати пропустили 6 июня Плотск Черт Она ваш Плотск Опять православная Мазовия Будет Ну что ж У нас будет куча Вассалов Я в принципе Не против Меньше будем Отвлекаться Чернигов Осаде Ну я думаю Что мы потеряем Большое число Провинций Я думаю Что имеет смысл Даже сорвать Нашу китайскую Армию И рвануть Навстречу Закату Благо Это все таки Страна восхода Ставить Мы будем Следовать Навстречу Закату Это займет Где-то год Или около того Может быть Даже больше Но Посмотрим В общем Что из этого выйдет Почему это Обернется Проблема в том Что у нас действительно Будут частые И обильные Восстания Что впрочем Не может не радовать Так как Жертвы мы любим Такс 2.14 Риск Восстания Плюс 1 Но нужно Хорошая Судья Легитим Все раз На максимуме Судья Ты где Так он же хотел Спомнить Как он выглядит Как типичный Судья Наверняка С этими Локонами Дурацкими Я совершенно Слепой Так что Не нужно Меня обвинять Потому что Чего-то не вижу Это потому что Чего-то не вижу Так Опять-таки Пятого уровня Замечательно Мы вполне Себе Можем Такое Позволить Здесь Восстание Должен Даже Пасть Правда Почему-то Не падает Чуваки Срывайтесь Срывайтесь Подрывайтесь Давайте В бой В смысле Из боя Куда подальше Вот Здесь Наша Критическая Армия Западная С максимумом В 57 В 58 Даже Тысяч Человек В принципе Достаточно Чтобы захватить Всю Богемию Продолжаем Бить На Криту Странно Не правда ли Видимо Мы побеждаем Исключительно За счет Особенности Рельефа Они сюда Все присылают И присылают Но если Франция Действительно Захочет Прислать Сюда Много Народу Она Это Сделает Главное Нам Сейчас Не разогнаться Здесь Так В Игейском Мы продолжаем Побеждать Удивительно Не правда ли Но Факт Французы Свалили Очень правильно Финляндия Передет В католичество Ну и ладно Курск Осаждаем Баварцами Беспрецедентно Историческое Явление Согласитесь Но Во всяком Случа За эту Войну Мы уже Обзавелись Двумя Вассалами В две И в три Провинции Соответственно Кстати Почему Больше Больше Никто Ничего Не Производит Странные Люди Не Ну Гаубицы Нам Точно Не Не Нужны Но Все Таки 9000 Мало Мало Досойдет Слушайте Мы будем Брать ее Нет Действительно Стоило На секунду Задуматься Так К сожалению Французский Флот Полностью Разгромил Наш В эгейском Моле Значит Что Сейчас Нам Стоп Подготовиться К Разрыву Просто И шаблонов И Всех И Всяческих Отверстий Но Это Ничего Нам Осталось Не так Уж Много Для того Чтобы Пройти Реконкисты По Нашим Украинским Забоеваниям Хотя Чувствуется Что Бавар Замечают Наше Присутствие Ну Ничего Мы Имеем Шпиона А Шпион Имеет Их Так Блин Прочитал Рудные Горы Нет Все Лишь Рудные Горы Странно Что Мы Никого Не Можем Поддержать Кроме Тупых Восстаний А Ты К Там Уже Провалился Слишком Дорогие Шпионок Мы Не Можем Ими Так Рисковать Но Тем Не Рискуем Патриоты Чешские К тому Ну Ладно Нет Выставайте Вперед Загер На Встречу Так Китайцы Двигаются Забейте Можете Не Двигаться Прошло Уже Месяца Наверное Два Вы Прошли Только Одну Провинцию Мы Совершенно Точно Справимся Так Главное Ввести Украинскую Армию Отсюда Как Можно Дальше Ну То есть Конечно Бежать Мы Не Собираемся Но Я думаю Мы Соединимся С ней Здесь Раз уж Произошел Такой Неожиданный Тулецкий Гамбит Воистину Здесь У нас 18 тысяч И здесь Еще 25 Итого 47 тысяч Человек Народу Что Довольно Прилично Я думаю Вы со мной Согласитесь Платон Из той же Великой Династии Бутухлиных Бутухлиных Так Вы Ребята К концу Мир И Вы Сататс Тоже Ну Что Ж хоть Какую-то Поддержку Мы Себе Организовываем Толовую Ну Я Думаю Рубль Третий Заметьте Да Мы Видимо Убили Их Короля Ну Или По крайней мере Нехило Так Покромсали И В итоге У них Есть Рубль Третий А Не Блин Туплю Это Все Второй Рубль Говорят Что-то У меня Сознание Не то Вообще Это Была Забавная Штука С чего Я вообще Решил Что Я смогу Победить Здесь Данцик Данцик Это Простите Где Приехали Пошли На реванш А Нет 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 Только Нет Сливаемся Все Все Мы Победили Хотя Потеряли В общем-то Больше Чем Они Но Ничего Это Война На завоевание Значит Мы Имеем Право На Несколько Первых Побед Ежегодно К сожалению Мы Слили 15 Тысяч Человек Но Ничего Наша Главная Задача Все-таки На пути К Уполнению А Именно Мы Сейчас Просто Выносим К чертовой Матери Богемскую Армию От Величественных 50 Если 6 Если Не остался Следа Их Осталось Тут Не более 30 Ну Как сказать Не остался Следа Все-таки Кое-что Осталось 40 Тысяч Человек В Запорожье Какого Хрена Ничего Реванш Реванш Уже Наступает В Саратове Националисты Для Того Мы Вас И Держим Здесь В принципе Зря Мы Объединили Две Армии Потому что Нам По-дому Пойдется Разъединять Но Ничего Потерпит На Кольту Мы Опять Всех Закритиковали И Уничтожили Как Не странно На Наш Любимый Полуостров До сих пор Никто Не высадился Они О Мы Только что Уничтожили 20 тысяч В сухую Они Удовлетворяются Тупой Блокадой Собираем Новую армию Забираем Фигли Кто там В бой Спешит Чип-чип-чип Пээдэйл Чип-чип-чип-чип Так А это Уже Австрия Нет Слушайте Бавария Вовсе Не такая Большая Как принято Полагать Да и Богемия В принципе Тоже Не критично Хотя Конечно Неплохой Они такой раш сделали. Я думаю, они прикольно себя здесь чувствуют, потому что подняв восстание в сарай, они решены возможности как-нибудь добраться до остальных провинций, у них дофига. А, нет, вот же они, чё это я? Крестьяне! В Ташкенте! Боже мой! Так, вот, мы пережили тот самый критический год, переломный момент. Я думаю, что после этих двух войн ну, я бы не сказал, что наша война с Францией действительно была войной с Францией, но слушайте, наша война осталась очень печальная. Очень печальная. У нас сейчас действительно пойдут восстания повсюду. Вот, ребят, тоже сюда. Но! Мы же выдержим! Мы же солдаты! Конечно, мы выдержим. Так, с 28 тысяч у вас здесь ой-ой-ой, сколько! Гораздо больше. Плохо дело, потому что вам для подкрепления практически ничего не нужно. С другой стороны. Приобретаем прогрессивный взгляд на вещи. По саратам мы их разбили. Это и понятно. Продолжаем здесь или слушать. Ребят, давайте не будем всякой фигней страдать. Пойдемте-ка сразу туда, где нас ждут. через чернигов. Надо будет явно быстрее. Тьфу! Тьфу на вас! Мы еще и в подальше пойти не можем. Хотя разницы вообще никакой нет. В общем-то. Смотрим. Раз, два, три, четыре... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем-то не принципиально. В полке я, конечно, злил крайне зря. Я не знаю, зачем я это сделал. Ну, так тому и быть. Собственно, зачем я это сделал? Затем, чтобы один полк освобождал города. Так, ну с этими, надеюсь, они разберутся. Тут не так много народу. Пираты в Северном море. Кошмар, читали, сообщи. Да? Разбой. Кшуство, разврат и наркотики. Так. Вернулись. Больше не ждали. Слушайте. Однако нас здесь приблизительно... Так, стоп. Во сколько раз больше? Где-то в восемь раз... Нет. Ну, допустим, в семь раз больше. Так. С Баварей мы пока разбираться не будем. Я думаю, что Баварская армия... Хотя, знаете ли... Так, неплохо. Хотя, я думаю, что основную силу здесь составляет Милан. Давайте-ка Белый мир им предложим. А, они ведут разговоры от имени всего Альянса. Странно, неправда. Что бы я взял? Я бы взял нижнюю лузацию. И фиг бы они тут проходили. Ха-ха. Проходили бы они через Силезию и через Тюрингию. Хе-хе, через Два Шенгена. Так. Ну ладно. С этим мы разберемся. 31 тысяча человек. И здесь мы их не салим, к сожалению. Но, скажем так, взяв лузации, мы бы их неслабо разделили. Неплохой план. К сожалению, малоосуществимый. Такс, 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 такс. Че, серьезно? По одному кораблю везде? Куда у нас колонисты будут? Ровно через год. Зашибись. Куда нам послать шпиона? Шлите их в лес. А вот сюда мы их пошлем. А, нет, сюда мы не можем. В чем-то прослать. Наши города, потому что наши, наши. Это все свое родное. Мастик своей цельной. К тому же еще одно оружие. Кому-то нужен. А, ну, смотрите-ка, чего-то мы действительно добились. Раз Иоганн-4 все-таки идет. Я не знаю, зачем нам это было нужно. Мы сейчас никаких военных действий на территории богемии не проводим. Обалдеть, как развелось в наших городах. С ума сойти просто. Под Данцигом мы их ожидаемо разбили. Наша уральская армия такая уральская. Такая, я бы даже сказал, сибирская. Увлечения дорогами. В Орске, Булгарии. Так. Ну что ж. Еще одна небольшая такая армия. Я думаю, мы уже вполне себе заполнили тот резерв. Ну и вообще все резервы. Да, 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 мы вышли за лимит снабжения. И очень печально. Очень печально. Из-за истощения. Не знаю, что такое истощение. Ладно, хоть мы не вводим военных налогов. Нафига на военные налоги? Мы их не вводим. Да, они будут годами. Годами захватывать наши. Собственно, черниговские там и все такое города. А, да, действительно наши национальные. Видимо, по заданию. Киев, венгерский национальный. Офигеть, можно. Что там за заданием-то? За гастронный флот. Уйди. Приехали. Все тоже. Посмотрите, сколько у них морских кра... Ой, морских провинций. Хотя у нас, если так подумать, тоже немало. Я почему-то вспомнил сейчас Тедди Пратчета. Его начало книги «Интересные времена». Где рассказывается, что у бабочки с зазубрими крыльями теоретически бесконечная длина этих самых крыльев. Вот про то же и я. Про то, что, может быть, у них довольно-таки большая площадь. Но у нас, видите, провинции с зазубрими, поэтому в общем и целом больше. Как ни странно, Сигизмунд, ну, точнее, баварцы успели подвести свои войска под Зету. И это значит, что сейчас они ее у нас отнимут. То есть, фактически, ситуация с Баварией возвращается к своим истокам. Ну, так сказать, к началу войны. То есть, мы теряем две провинции и все. Действительно, с баварцами мы разберемся потом, пока нас ждет занимательная войнушка с богемией. Ждем приближения уральской армии. Чехи. А, ну да, они, собственно, дошли до места и ушли куда-то. 8 тысяч человек. Здесь с Кульнандией. Но я думаю, что идти сюда не обязательно. Собственно, войну эту я развязал ради Швеции, а Швеция здесь в стороне так сидит 20 тысяч человек здесь, между прочим. Неплохая такая армия. В принципе, я мог бы, конечно, выбить у них правопроходы и пройти так. Я думаю, что раньше сидят, так пусть сидят на своих постах по 20 тысяч человек. Офигеть просто можно. Офигеть не встать. Что тут селесты с селестами? Вообще, что-то непонятное. Ну, ничего, так или иначе, богемию мы зажмем в клещи и разрубим на много маленьких кусочков. Это наш стиль. Таки да. Восстание, видимо, больше 10% подняться не могут. Точнее, вероятность восстания. На калите мы немножко проигрываем. Хотя, видите, у них тут артиллерия. А в бой не особо так вступает. И все же таки мы проиграли. Не очень понимаю, что это значит. Наверное, то, что мы все-таки свалим с острова. А именно, просто пропадем нафиг отсюда. Белый мир с богемией. Нет, не затем мы с вами с... Чуть не с руган слушайте. Не затем мы с вами в общем воевали, чтобы потом за белый мир от... Понятно в общем, что я хотел сказать. Надеюсь, что понятно. Не будем тут все разводить. Пойдем сразу к нижнему за акцию. Через две недели ждите подарочек. И только сейчас, спустя год или сколько-то там после начала войны Франция закрывает с нами торговые пути. Я не очень понимаю, какие у нас вообще были торговые дела с Францией. Но все говорит к тому, что они были. Они были. Вам предлагаю собраться здесь и устроить торжественный пикник по поводу завоевания наших старых провинций. стоп. Нижняя лузация. Слушайте, потери здесь, конечно, не то чтобы невосполнимые, но очень такие значительные. Очень значительные. То, что мы ее взяли, это знаково. Берем с это сноморали. Берем мы ее только из-за счета. Потому что я собираюсь брать нижнюю лузацию, возможно, верхнюю. И максимально приближенной к нам провинции. То есть, возможно, Моравия. Хотя слишком близко, конечно, к Баварии. Но здесь мы сможем не держать неплохой такой аванпост для войны с Венгрией, например. Которая в скором времени, я уверен, будет. Впрочем, мы уже знаем, к чему приводит тактика аванпостов. Так или иначе. Так или иначе. Разгромить Богемию. Интересная цель, о которой всего несколько сотен лет назад я не мог и мечтать. Действительно, мы с вами играем меньше трехсот лет. А уже каких результатов добились? Впрочем, почитав те самые ААРы, вы можете убедиться, что мои результаты и не результаты вовсе. А вот зачем держала здесь армия. Равно 2000 человек, это, конечно, что-то вообще не круто. Ахея осаде. Надеюсь, что их будет не больше 4000 человек, я с ним что-нибудь смогу сделать. Сколько их здесь? 2000 человек всего лишь на все. Вот на подходе еще сколько-то там. Блин, какие жуткие цифры, слушайте, мне такие даже на вышкин скалки принеснились. 43 тысячи человек. А вы бегите, бегите, бегите. Печалька. Нижняя узадца в обратной осаде. Тысячи человек. Мы берем вашу столицу. Скоты. Скоты. Каданки. А, кстати говоря, нижняя узадца была их административным центром. Не очень понимаю, что это означает, но очевидно, что что-то означает. Иначе бы они так за нее не держались. Нарын. Удивительное знание географии проявляют иностранные шпионы. Да, как видите, все-таки мы добиваемся кое-каких но успехов в нашей не особо такой, хотя сказать, партизанской войне, но это все-таки не очень партизанская война, потому что мы ходим армием по 40 тысяч человек. Сбаварий действительно дело обстоятельно совсем радужно, но надо сказать, что это только временно. Впоследствии нас ждет увлекательное путешествие по ну собственно по всем соседчинам столицам. Вот они прямо здесь находятся. Манн, Версбург, Ансбург, Франкония, Баден, Мюнхен. Все это у нас будет. По всему этому мы еще победно пройдем. Смотрите, нам предлагают сколько тут? Шесть провинций. Также отказываться от претензий на Гродно и Полесье. какие провинции? Так. В принципе мы могли бы согласиться, конечно. Походу дали войны не было. Еще бы он был. Мы можем взять и больше провинций по большому счету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, нам дадут именно те провинции, которые нам можно дать и крайние. Вот так вот. Вот так вот мы с вами скоты и сделали. Они наш вассал. Они наш вассал. Не, они не вассал. Странное дело. Объявить войну. А на каких условиях мы с вами заключили мир, позволите спросить. Да, ребят. Приехали. А, не, они вассалы, но без без военного союза. Очень странно, ребят, очень странно. Уйдите, пожалуйста, не смущайте меня. без счастья. У-у-у-у. Да уж. Как насчет пары браков? О-у-у, да. У нас плохая репутация. Но ничего. Но ничего. Черт бы вас побрал. Это ненадолго. Скоро мы восстановим свою репутацию и свое доброе имя. Впрочем, я не уверен, что наш имя когда-нибудь может считаться добрым. А, кстати говоря, пока у нас есть возможность перейти через Лейпциг, мы ей воспользуемся. Что это значит? Это значит, что у нас нет права прохода войск, но поскольку мы находимся на чужой территории, мы можем пройти, собственно, через любую территорию. И я это сделаю просто из вредности, потому что таким же успехом я могу пройти через Дрезден. Смотрите, за две провинции мы сейчас воюем. Ну, точнее, они хотят у нас всего лишь две провинции, ничего особенного, ничего слишком прямо запредельного. Просто у нас очень высокие, высокие такие издержки, военная усталость, кошмарная просто. Но да, ничего, это никого ровным счетом не волнует. Вообще всем наплевать. Стоп. А, угроза зверевлияния с нашим вассалом. Позвольте. Кто же воюет с вассалами? Так, ладно, этих восставших мы сняли, к чертовой матери. И вы что здесь задумали? Что вы здесь задумали? Так, ну как видим, солидная часть, хотя нет, не солидная часть вышла из строя. Я все же продолжаю полагать, будто основная сила сосредоточена здесь. Ну, конечно, нужно послать шпиона. Без шпиона. Это все бессмысленно. И вообще, по правде говоря, нужно заканчивать серию. А то я что-то разболтался. Так что, пожалуй, на этой победоносной ноте мы с вами закончим. С вами был Eronymus. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok